Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, это программа Экстра Раунд и меня зовут Асламбек Бадаев. Сегодня у нас в гостях представитель борцовского клуба «Ахмат», который недавно стал победителем международного турнира по вольной борьбе в памяти Али Алиева Ислам Дудаев. Ислам Дудаев, чеченский борец вольного стиля, представляющий клуб «Ахмат», он выступает в категории до 65 килограмм. Ислам является победителем международного турнира памяти Али Алиева и соревнований на фризы Андрея Шумилина, бронзовым призером первенства мира и чемпионата России, а также обладателем серебра международного турнира памяти первого президента Чеченской республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова. В следующий раз Дудаев выступит на чемпионате страны, он пройдет в конце июля, скорее всего, во Владикавказе. Ас-саламу алейкум, Ислам. Ислам, очень рад видеть тебя в нашей программе «Экстра раунд». В последнее время борцы нас радуют серьезными результатами, поэтому, как следствие, вы оказываетесь в нашей программе. Ты недавно, буквально на днях, выиграл Али Алиевский турнир по вольной борьбе, международные соревнования, очень крупный старт. Поздравляем тебя с этой победой, в первую очередь. И, конечно, хочется сразу тебя спросить, Ислам, в целом, насколько удачным для тебя получился турнир. Понятно, первое место – это удача, но сам насколько доволен остался, показанной борьбой. Ну, уже новая категория, уже, можно сказать, нормальный результат. Уже третий раз борюсь, на 60 лет уже. Так, до этого Алиевского турнира, четыре сборных проводили вместе в сборной России. И там с хорошими борцами работал, поэтому опыт набирал. Вот сам турнир Али Алиевский, расскажи немного о нем, вот, насколько тебе тяжело было. Или, судя по тому счету, который ты сделал своим соперникам, вроде особых проблем у тебя ни с кем не было в этот раз? Ну, на первую схватку, как обычно, трудно бывает. После, сейчас у нас такие правила, короче, 8 часов взвешиваются, уже 11 часа борьба уже. Ну, соответственно, ты уже не успеваешь восстановиться в первой схватке уже. Там уже в первой схватке трудно бывает. А потом уже начинаешь там потихоньку кушать, уже нормально восстанавливаешься. Обычно в финале у меня была самая сложная схватка, шот у меня был 2-0. Скользкий шот был, я так обычно не буду бороться малым шотом. И в конце чуть не отдал эти два балла, ногу отдал бы. Шихсей Джалилов, твой соперник был по финалу, это местный спортсмен дагестанский. Наверняка у него была сумасшедшая поддержка дома. В психологическом плане, насколько тяжело тебе пришлось? Ну, я по ходу сладко настраивался. У него борьба такая стоячая борьба, у меня постоянно атакующая. Поэтому все сказали, что постоянно надо атаковать, дергать. Если там чуть-чуть возникнут сразу, то помогут тебе, короче. Я понял. Ну и вот ты сказал, что освоился в новой весовой категории. Все-таки вот переход, он требует определенного времени для того, чтобы привыкнуть к новому весу. Расскажи, как у тебя проходил этот переход. Когда сказали уже, правила поменяли уже, мне сразу тренер сказал, что надо уже 165 переходить. Уже гонять там уже не выгодно было, 7-6 килограммов. Тогда я перешел в этом году уже третье соревнование по 65 уже. Ну, пока у меня вес мало для 65. Я думаю, ближе к чемпионату России уже нормально освоился в этом весе. После Рамадана уже у нас чемпионат России будет. Я думаю, о чемпионате России мы с тобой чуть позже поговорим, Ислам. Давай теперь перейдем к следующей части нашей программы. Отработка коронных приемов. Давай начнем с проходов ноги. Покажи нам, как ты любишь проходить ноги. Проходы разные. Надо в первую очередь соперника выводить, обмануть чуть-чуть или чуть-чуть опередить его. Ну, давай тогда попробуем. Ну, сначала коронку. Вот так. За голову таскай, голову таскай. Сверху. Стоишь. Вот еще есть две ноги провод. Таскаешь, таскаешь. То есть где-то ложное движение, где-то дергаешь, да? Первое, ложное надо показать, дергается. Скорость, конечно, сумасшедшая. А если, допустим, успевает оттянуться соперник, успевает среагировать? Да, да, да. Сзади сразу отходить должен от этого. А если внизу ты будешь бороться, сразу устаешь. То есть ты просто отходишь и уже начинаешь вторым, третьим, допустим. Сразу назад отхожу. И потом снова начинаешь свои атаки. За голову таскает и уже проходить заодно. Ну, что-нибудь еще, что мог бы ты показать? Наверняка Арсенал. Например, сапенко хочешь вытолкать, закрою. Он сопротивляется, и в этот момент срега сделаешь. А ты сам любишь больше с корпуса, или? Нет, ноги у меня с нами. Ноги, да, у тебя? Еще... В принципе, я думаю, этого достаточно будет. Ислам, начнем вот с такого вопроса. В последнее время ты на слуху. Ты выиграешь турнир за турниром. И вот постоянно мы слышим, что Ислам Дудаев там, здесь что-то выиграл. Вот в этом плане внимание к тебе со стороны болельщиков, узнаваемость или какое-то отдельное внимание со стороны руководства клуба «Ахмат» появилось ли, изменилось ли к тебе отношение? Да, постоянно борцов с клубом «Ахмат» нас финансируют, везде нас финансируют, везде отправляют нас, помогают нам конкретно в этом плане. А вот как ты борешься именно с собой в том плане, чтобы не появилась звездная болезнь, чтобы ты где-то не зазнался? И бывают ли такие признаки, что с победы на каком-то турнире где-то что-то можешь чуть-чуть поверить в себя, зазвездиться, и так далее, и так далее? Я так, постоянно стараюсь. Мне постоянно дома говорят, что таким простым должен отставать всех людей, что ты мне выиграл, но надо остаться простым человеком. То есть с этим борешься, и это тебе не грозит, да? Ну давай тогда начнем, опять же, с того, как ты стартовал в вольной борьбе, во сколько лет ты пришел на первую секцию, и как проходили твои шаги, очень интересно было бы узнать, и где это было? Да, я, естественно, когда поздно начал заниматься борьбой, сначала где-то 2-3 года, где-то 16 лет, 15, так, я пошел в борьбу в 2009 году было так. Так, 2-3 года я по молодежи просто так тренировался, нигде не выступаю, просто думаю, пропал весь год был. И так взрослой борьбы уже чуть-чуть уже начал, до болезни. Действительно, 16 лет это для борцов, да, для борцов вольникова, 15-16, это довольно-таки поздно. Слышал ли ты какие-то разговоры, что ты ничего не достигнешь, слишком поздно, было ли это? Если было, то как ты справлялся с этим психологическим давлением? Я старался не слушать никого, ты навелся дальше. Когда к тебе пришли первые результаты, и когда ты понял, что вот борьба, это мое, что я буду идти по жизни вот в этом направлении? Ну, это уже было в прошлом году на чемпионат России в Ингушетии. Там я стал третьим, первый раз, три футбольные выступления было мое. Вот так я понял, как это уже мое, дальше начал продолжать серьезно относиться. Ваша весовая категория до 65 килограмм, это довольно-таки насыщенный вес. Да, у нас конкуренция жесткая, 65, вообще бешеный у нас. 5, 6, 7 человек, железный из них, кто-то может первым стать, любым из них. Но есть претенденты у нас конкретно, 65 уже там. Ну и где ты себя в этом списке видишь? Ну там, посмотрим, в жеребевку, все решают там. Ислам, и вот о чем хотел бы с тобой еще поговорить. Вот эти изменения в весовых категориях, вот переход на новые правила. В целом, как ты считаешь, помогло ли это борцам? Пошло ли на пользу? Они думают, что помогло, все все равно гоняют вес, все равно это билет. Они думают, что это хорошо, но все равно это все гоняют вес, все равно мучаются все. Лучше бы старые пэры оставили бы это. То есть для тебя ты считаешь, что лучше были старые? Да, старые пэры, лучше бы. Ислам, ну и вот борьба с корпусом. Ты говорил, что твоя коронка это проходы, но я думаю, с корпуса тоже ты нам можешь что-нибудь показать. Вот весячку берешь, спину ты возьмешь, ногу засуну. И бросок. И полетел, да? Наверное, тяжело вот так взять спину. Мало кто даст, да, наверное? Да, редко. Момент, бывает, я спину сразу хватаю. Давай еще раз. Оп, весячка. Сначала. Она тянет. Зави, сразу. Ага. Видишь? Надо засунуть. Так. 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 Ислам, вольная борьба, это понятно, это очень хорошо. Ну, помимо вольной борьбы, помимо спорта, какие у тебя интересы есть? И вообще, в целом, есть ли моменты, когда ты отвлекаешься от спорта, чтобы не перезагружать себя? Ну, основное время, я на тренировках бываю постоянно. Есть один год, но бывает в воскресенье. Эту одну, и мы с друзьями бываем, так. А чтобы вот как-то куда-то поехать, там, на курорт, отвлечься или что-нибудь, такое бывает у тебя вообще, чтобы перезагрузиться? Нет, пока этого желания нет у нас. Пока цель есть, достичь желания. Потом уже видно будет дальше. Вот 365 дней в году, вот из них сколько дней ты проводишь на сборах, тренировках и соревнованиях примерно? Ну, в году обычно 7 сборов бывает у нас по 2 недели, 1 недель и отдых был. Там было 3 месяца в году просто на сборах. И помимо этого на соревнованиях бывали. И тренировки постоянные. А вот если так взять, вот эти выходные, которые бывают в целом, вот за год, наверное, там, месяц-два, наверное, да, в целом бывает? Да, так. Вот месяц, рамадан, сейчас дома буду, в целом месяц-два. А тренироваться будешь в рамадан? Да, да, вечером, лёгкую, одну тренировку буду сделать. Есть разные мнения по поводу того, что стоит ли тренироваться в рамадан или не стоит? Вот как ты к этому относишься? Стоит ли тренироваться? Если да, то в каком режиме? Ну, сильно себя не набужать, я думаю, себя контролируют, но голодные люди, всё равно, это вредно тренироваться. Ну, как это, как все великие спортсмены, они тоже тренировались ночью даже. Просто такие... Чтобы не терять форму, получается. Да, это исключение. Тем более, что впереди у вас чемпионат России, который ориентировочно в конце июля пройдёт. Да, да. Ну, по поводу раскладов, ты нам уже рассказал, что там есть много борцов, несколько в этом весе, которые могут претендовать на золото. В целом, об олимпийских перспективах хотелось бы поговорить твоих. Сейчас у нас предолимпийский год, получается, прям экватор этого цикла. Вот, как ты считаешь, чтобы попасть в Токио, ну, насколько тяжело это будет для тебя сделать, если реально оценивать свои шансы? Ну, это уже видно будет ближе к чемпионату России, к предолимпийскому чемпионату. В этом году уже, поэтому, когда себя можно показывать на чемпионат России, они тоже сразу не отправят, если чемпионат России выиграть в предолимпийской. Надо до этого себя хорошо показать. И плюс международные старты, наверное. Международные, мировые старты должны быть. Если ты в Олимпиаду едешь, там нужно уже на мире, ты по-любому должен участвовать. Ну, это, наверное, и психологическая нагрузка, потому что вот часто бывает, что борцы, казалось бы, выигравшие чемпионат России, едущие явными фаворитами, где-то перегорают на мире на Олимпийских играх. Вот в психологическом плане, конечно, трудно самого себя оценивать, но как ты считаешь, насколько ты устойчив в этом компоненте? Ну, у меня особая борьба не такая уж опытная, так. За счет функционалки выиграю многие сладкие. Ну, вот если взять вот именно психологическую составляющую, как ты считаешь, ты устойчивый борец в этом плане? Ну, так стараюсь постоянно. Если уходишь там чемпиона мира, бороться, все равно же трудно бывает настраиваться на него. Он более себя уверенно чувствует, а ты все равно там... Ну, все равно понимаешь, что, да, этот соперник уже... Ну, я думаю, своими результатами последними ты доказал, что ты ни перед кем не тушуешься, как говорится. Вот. Ислам, что ж, желаем тебе удачи на чемпионате России и в целом в этом олимпийском цикле. Ты подаешь большие надежды, у тебя есть потенциал. Надеемся, ты его реализуешь. Спасибо, что принял участие в нашей программе. Спасибо большое. Желаю тебе удачи. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Уважаемые друзья, на этом программа Экстра Раунд завершается. Хотелось бы поздравить вас с предстоящим месяцем Рамадан. Желаем вам легкого поста. Ну и, конечно, не пропускайте наши эфиры. Они также будут выходить каждую неделю. Продолжение следует...